Помните, минувшей весной депутаты от «Справедливой России» предлагали уравнять зарплату труженика из Госдумы со средней по стране? То есть 35-40 тысяч посоветовали ребят оплатить народным избранникам, а вот сейчас скелеты из шкафа полезли. Единорос Милонов, оказывается, заявил в тот раз, что за 40 тысяч никто в Думу работать не пойдет. Я вообще не понимаю, брякнул парламентарий, как на такие деньги можно жить? Ага, а на пенсию в 12 тысяч, за которую ты голосовал, можно? Причем вы ведь лепите Горбатого, что сделали таким образом стариков богаче. Какой канал не включи, там сидит единорос и брешет. Мы, мол, тут о пенсионерах подумали, целую тысячу им накинули и возраст на 5-8 лет увеличили. А че? Молодые еще старички-то в Великой и Могучей сами работать стремятся жировали бы на 12 тыр. Икру трескали под вискарик 12-летней давности? Нет. Им трудовые будни, по давай, сказано, сделано. Нехай пашут. Начинаем. А дальше еще смешнее. В правительстве России, ну в очине Димона, готовят законопроект, запрещающий людям старше 70 лет переписывать свои квартиры на кого-то. После 70-ти решили чиновники, человек не совсем адекватен, старенький, не соображает нифига, поэтому, ну как он может свою квартирешку на кого-то переписать? Государству пусть достается, а точнее Димону, видимо, или Пескову с Лизонькой. Хотя я, конечно, с этого законопроекта ржу. Когда они о пенсионной реформе распинаются, 65 лет, это еще пацан, вторая молодость у человека наступает. Вот и старушка Малышева так говорит на Первом канале. От работы кони дохнуло? Выпросительный знак. Сколько вам лет сегодня? Мне 61-й. 60 лет? 60 лет. У вас молодость только что закончилась, наступила зрелость, когда человек приседает, встает, ходит. Вот он плиточник. Это вот такая работа. У него вообще все кипит. Вы молодец, что вы остаетесь в своем. Ага, то есть работает для тебя нормально. Ты молод еще потому что, а вот квартиру свою на кого-то переписывать забудь. И даже в страшном сне, не вспоминая об этом, возраст, так сказать, разум у тебя затуманен. Отдай ее слугам своим и вся недолга. Это реальная журналистика сегодня, как всегда. Прекрасно. Поехали. А хотите еще поржать? Слушайте, ляльки в Думе снова в моду вошли. Рассказываю. В моем родном городе, в Екатеринбурге, 9 сентября будут муниципальных депутатов избирать. Избирательные кампании, как и в Москве, в Йобурге тоже не наблюдается, хотя вру. Яблочники что-то там пярятся, развешивая бигборды по городу и фотографии справедливоросов можно обнаружить. Эти, правда, вариант подешевле. Придумали в лифтах их лица, можно увидеть мило улыбающиеся избирателям, но не суть. Тут другой анекдот-то. Помните такую Юлю Михалкову из «Уральских пельменей»? Вот-вот-вот. Она еще в 16-м году на праймере с «Единой Россией» весь Рунет рассмешила своей предвыборной программы. Ну вот, вспомните. Вам нравится, как я выгляжу? Сделаю вкусом. Что значит? Вам нравится, как я выгляжу? Это нравится всей стране. Если я умею следить за собой, то я смогу следить. Помогать следить и за городом, и за областью, и за страной. В этом году девушка снова решилась штурмовать депутатское кресло, однако что-то там пошло не так, и суд по иску кандидата от партии пенсионеров «Пельменницы» в регистрации отказал. Но Юля оказалась калачом тертым, вернее, варенником и тоже пошла в суд. Вышестоящий. Но меня-то лично забавляет другое. Потенциальный кандидат и сторонник партии «Единая Россия» не успела еще и депутатом стать, а уже вешает избирателям лапшу на уши. Причем нагло так вешает, бесцеремонно свистит, как будто все кругом дураки, демонстрирую. Пожалуйста. Вот я видела в интернете вашу фотографию, прямо скажем, в неглиже. Как вы это себе представляете? Я голой не снималась. Я... У меня была фотосессия в информационном журнале. У меня была фотосессия в информационном журнале. Вау! Я не знал, что журнал «Максим» является информационным. Я, кстати, каждое утро просыпаюсь, начинаю новости искать для публикаций в соцсетях. Как думаете, где? Правильно. В журнале «Максим». Только в этом журнале можно найти самую свежую информацию из Государственной Думы и Совета Федерации. Только там отыщутся публикации, чем же на самом деле Владимир Путин занимался на свадьбе Карин Канайсель, чиновницей из Австрии. Весь мир наблюдал эту замечательную картину. Само торжество на открытой террасе с видом на альпийские луга. Картину с похожим австрийским сельским пейзажем, как сообщается, Владимир Путин подарил молодоженам. А еще тульские самовары, старинную масловыжималку. Да и не только эту информацию в журнале «Максим», видимо, можно найти. Я сейчас отсылку на вероятного кандидата в депутаты Екатеринбургской думы делаю. Она же утверждает, что журнал, в котором она светила своими прелестями информационные. Ладно, теперь к главному. Господа, объясните мне, как будто мне 6 лет. За каким хреном Юлия Михалкова в думу собирается? Че она там делать будет? Людей смешить? Так у нас этим президент прекрасно занимается. В стране полный алис творится. Народ пенсии лишают. Налоги и цены на все выросли. Тарифы ЖКХ увеличились. Обнищание населения продолжается. А президенту министра иностранных дел в Австрии на свадьбе гуляет Ксюшу Собчак. Подменяет, видимо, свадьбы корпоративы недорого. Так к чему я это все... Ах да, что конкретно та Юля будет делать в Екатеринбургской гордуме? Но когда появляется такая Михалкова, которая даже не родственница, и несет такое, хочется просто сказать, дура, смени фамилию. Слушайте, я небольшой поклонник Соловьева, но в данном случае я с ним согласен. А еще хочу сейчас обратиться к руководству Единой России в Екатеринбурге и Свердловской области Виктору Шептью. Виктор Анатольевич, мы с вами знакомы. Мы даже были когда-то дружны. Вы офицер в прошлом, человек серьезный. Но неужели вы допустите, чтобы по спискам вашей партии в депутаты прошла вот эта... Прости, господи, актриса. Не позорьте партию. Ну и так там клоунов уже достаточно. И зачем еще-то один? Хотя вообще ЕР удивительная политическая структура, каких персонажей в ней только нет. Многие вообще непонятно, зачем в политику пошли. Ну вот пример, пожалуйста. Вы хоть раз слышали, чтобы депутат Валуев внес какой-то законопроект на рассмотрение. Даже не обязательно полезный. Просто проект закона. Зато вы наверняка в курсах о фильме «Каменная башка», в котором депутат снимался. Название картины само за себя говорит. Маша Кожевникова. А ведь целый созыв девица в Госдуме-то просидела. Зарплату в 320 тыр в течение 5 лет получала. В общей сложности в 20 миллионов рублей нам с вами обошлась. А что она там делала? А еще есть Светлана Хоркина, Валерий Газаев. Да-да-да, тренер-неудачник, который ничего в своей жизни не выиграл. Сейчас вот в депутатах штаны протирает. Справедливости ради скажу, он не из «Единой России». Он в Мироновском, ой, я испугался, состоит СССР. В смысле, помните, какой красноречивый вопрос этот герой задал президенту 7 июня во время прямой линии? Хочу пожелать, чтобы Господь Бог вас охранял. Чтобы Святой Георгий сопутствовал вам во всех ваших начинаниях. А Николай Чудотворец дал вам крепкое здоровье и удачу. Спасибо. Подытожив, ребят, ну зачем нам такие депутаты? Ну вот зачем они нужны в Думе? Я с большим уважением отношусь к Александру Карелину. Но не как к парламентарию. Он большой, серьезный спортсмен. Так и ехал бы в родной Новосибирск России для растить будущих чемпионов. Я с большим уважением отношусь к Сергею Чепикову. Чемпион всего на свете. В 40 лет мужик на Олимпиаде в Турине на второе место выбежал. Красавчик. Так иди ты, учи детей быть крутанскими крутантами. В нашем с тобой родном Екатеринбурге биатлон загнулся. Сергей, возглавь федерацию. Светлана Хоркина. Неужели ваши опыты и знания не помогли бы девочкам из Белгорода? Воспитайте в новую чемпионку. Ну что вы забыли в этой Думе? Я не поверю, что вы за баблом туда пошли. Вы чемпионы. Так и пусть ваши победы не заканчиваются. Пусть имена Хоркина и Чепикова, Карелина кричат их воспитанники на пьедесталах, вспоминают поклонники. Это же приятнее, чем ничего не делать в депутатском кресле. Ладно, все. Это была реальная журналистика и сегодня вот так. На моей страничке в Ютьюбе, ссылка на нее сверху, больше серии этого замечательного сериала. Заходите, просвещайтесь на канал, подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже заглядывайте, там тоже есть что почитать. В друзья добавляйте с темы, предлагайте. Поднимем и обсудим, а я за всем спешу откланяться. Пока. Пока. Как вам всегда удается быть такой веселый, такой жизнерадостный, игривый и смешной? Дело в том, Вань, что я сейчас хочу открыть вам секрет. Так, очень интересно. Я прибухиваю.